На лыжах и сноубордах отметили Всемирный день снега в Архызе. Для любителей активного отдыха организовали соревнования. Участие приняли как взрослые, так и дети. О том, как проходили соревнования, расскажет Дарья Тендит. По-настоящему зимняя атмосфера встречала гостей курорта Архыз. Лыжники всех уровней приезжают сюда, чтобы отдохнуть и получить массу положительных эмоций. Соревнования, приуроченные ко дню снега, проводились на зеленой трассе Восток-1. Чтобы добраться к месту старта, участникам предстояло подняться при помощи кресельного подъемника. Традиционно предпоследнее воскресенье января отмечают День снега. Как раз на улице метелится белоснежная трасса. Отдыхающие, вооружившись лыжами и сноубордами, отправляются к месту старта для того, чтобы участвовать в любительских соревнованиях. Участники соревнования взрослые и дети от трех лет. Максим и Сергей, преодолев огромное расстояние, приехали в Архыс и отметили День снега участием в соревнованиях. Сами они из столицы и по сложившейся традиции на протяжении 10 лет выезжают в горы зимой. Катаются на лыжах и сноуборде. Любители активного отдыха ежегодно принимают участие в различных соревнованиях. И эти стали не исключением. Участники уже начали веселые старты. И совсем скоро мы узнаем, кто из них стал самым сильным. Ну а пока узнаем о настрое тех участников, которым только предстоит пройти путь. Михаил и Денис из Пенза участвуют в соревнованиях первый раз. Для них это новый опыт, поэтому они тщательно подготовились и готовы показать отличные результаты. Какой настрой вообще? Выиграть обязательно. Бодрый, конечно. Он же меня довезет, я как бы не переживаю. Ну а если он упадет, я его на плечи возьму и довезу. На самом деле курорт, третий раз сюда ездим кататься. Даже если сравнивать с Донбаем, с Эльбрусом, нам вот здесь больше нравится. Нам нравится здесь, да. Мы там и там были, и поэтому третий раз уже сюда приезжаем. Здесь реально классно. Приезжаем третий раз и четвертый, я надеюсь, тоже приедем. Забавы популярны, но спуски коварны и опасны. Поэтому организаторы мероприятия обеспечили участникам комфортные условия безопасности. Соревнования проходили без нарушений травм. Ежегодное мероприятие собирает массу восторженных отзывов, и приток участников возрастает. В этом году более 60 любителей горнолыжного спорта смогли попытать удачу. Силами сотрудников организации «Арквиз-парк» мы это осуществили. Непосредственно это был судейский состав, состав, фиксирующий количество участников. Номера участника присваивались каждому и, соответственно, выставлялись время по результатам проезда. Гости курорта разных в катании возможностях, то есть и опытные, и дети, маленькие дети, то есть и те, которые недавно встали на лыжи, то есть они могли попробовать себя в качестве маленьких спортсменов. Торжественная церемония награждения проходила на главной сцене. 15 призеров разных возрастных групп получили приятные и ценные призы от курорта и партнеров мероприятия. Пятилетний Прохор из Симферополя – самый маленький участник соревнований. Катается он всего лишь неделю, но уже занял почетное второе место. Поддерживали его родители и старший брат, по стопам которых Прохор начинает свою спортивную карьеру. Расскажи, страшно не было тебе? И все ли у тебя получилось? Да. Расскажи, какое у тебя вообще настроение? Ты рад, что ты победил? А дальше будешь заниматься? Да. Когда дети любят это, нравится, то есть желание их отпускать есть, пробовать себя. Хорошая организация, молодцы, спасибо большое. Празднование Всемирного дня снега в Архызе традиционно прошло весело и задорно. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия, Архыз.